салам алейкум дорогие телезрители с вами программа семейный доктор и я серик камбарбаев сегодня мы находимся с вами в 19 поликлинике города алматы и тема нашей сегодняшней программы о рви и гриппы сейчас мы стоим около регистратуры и рядом с нами врачи больницы добрый день здравствуйте добро пожаловать в нашу поликлинику городская поликлиника номер 19 расположена по улице папанина 220 обслуживает турксибский частично джитсульский районы города алматы количество населения обслуживаемо нашей поликлиники составляет 35 тысяч четыреста шесть пять человек также наша поликлиника обслуживает территориально шесть школ и четыре садика визит пациентов нашу поликлинику начинается с регистратуры больницы я предоставляю для объяснения дальнейшего маршрута пациентов которые к нам обратились с заболеваниями грипп и острыми респираторно-вирусными инфекциями заведующая первым воп отделением поликлиники с улейменова сикерхан бигадиловна маршрут поликлиники начинается с регистратуры а дальнейший ход действий здравствуйте добро пожаловать нашу поликлинику больные все обращаются в первую очередь в регистратуру работники регистратуры выявляют по какому поводу больные обратились и среди них выявляет температуру еще больных при выявлении температур еще больного медработник выводит больного из регистратуры из поликлиники потому что у нас вход приема температурいつких больных в другом крылья кабинет 4 и 5 то есть вы сейчас Delta кабинетом до инфекционным кабинетом температуры больного мы а от из регистратуры суда приводим здесь находится перегàn 2 фильтра взрослого фильтра и детские отдельные. Этот кабинет для взрослых приема температурящих больных. Там находится детский кабинет для приема детей температурящих. То есть это уже люди с простудой, с ОРБИ и гриппом? Все сюда обращаются, да. ОРБИ – это острый респираторный вирус инфекции. Они вызываются многочисленными вирусами, которые определяются только лабораторным путем. Очень часто острый респираторный вирус инфекции. Встречается, частота их встречи – это осенне-зимний период. А что такое грипп? Грипп – это вирусная инфекция, которая вызывается вирусами гриппа. Есть отличие гриппа, отличается от клиники острый респираторный вирус инфекции. Клиническая картина при гриппе коротка. Инкубационный период от нескольких часов до 1,5 суток. При гриппе больные обычно жалуются на недомогание, головная боль, першение в горле, боли в глазах и яблоках. Его беспокоит общая разбитость, повышение температуры, лихорадка, головные боли, боли в мышцах, боли в суставах. Как бы идет отравление организма ядовитыми вирусными белками. Клиника ОРВИ по сравнению с гриппом не так ярко выражена и переносится намного легче. С наступлением холодов наступает пора подъема заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями. Грипп – наиболее тяжелая форма инфекционных заболеваний. Человек, заболевший гриппом, пребывает некоторое время в недейственном состоянии. Грипп и острые респираторные вирусы инфекции передаются основной путь передачи. Это воздушно-капельный путь и воздушно-пылевой путь. В основном передается через воздух. Они скапливаются, особенно где массовое скопление людей, больше заражения идет людей. Это массовое скопление людей. Торговые центры, кинотеатры, дошкольные учреждения детские, дошкольные учреждения, дошколы, средне-высшие учебные заведения, где массово очень много людей. Там идет скопление вируса и заражение массовое. Никому не секрет, что предупреждение заболевания лучше, чем его лечение. Поэтому в нашем лечебном учреждении проводится определенная работа по профилактике данных заболеваний. С целью снижения заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями, начиная с августа месяца, проводится большая профилактическая санитарно-просветительная работа среди медработников поликлиники, среди населения, в общеобразовательных учреждениях, дошкольных учреждениях, которые по территории относятся к территории обслуживания данной поликлиники. Кто из людей более подвержен вакцинации? Вакцинация против гриппа проводится в наиболее уязвимых группах населения. К этой группе относятся лица старше 60 лет, часто болеющие дети, также лица с хроническими заболеваниями верхних дыхательных путей, с иммунной недостаточностью. И в частности к этой уязвимой группе населения относятся наши беременные. Беременные наши тоже подвергаются вакцинации против гриппа. У беременной женщины снижается иммунитет. Все заболевания возникают, развиваются на фоне ослабленного иммунитета. Поэтому мы в первую очередь привлекаем наших беременных к иммунизации, к вакцинации против гриппа. Еженедельно проводится мониторинг о состоянии иммунизации населения. И еженедельно проводится мониторинг о состоянии заболеваемости гриппом. Сводка подается в инфекционный кабинет, где он мониторируется врачом-эпидемиологом, врачом-инфекционистом. А затем эти данные мы ежедневно, еженедельно подаем в Управление здравоохранения. Все мероприятия в поликлинике проводим. Значит, все температурящие больные, которые приходят, обращаются на регистратуру, они немедленно с сопровождающим регистратором, они их приводят в кабинет динфекционного заболевания, наш кабинет. И у нас есть кабинет приема для детей, именно заболевших гриппом и МОРВИ. Принимаем отдельно. Детей отдельно принимаем и взрослых отдельно. Этот кабинет детский фильтр, где осматриваются дети температурящие. Пойдемте, пройдемте. Температурщего ребенка приводят из регистратора фильтр. Врач выслушивает жалобы. В основном жалуется на повышение температуры, слабость, мышечные слабости, головные боли, ломота в теле, насморк. Выслушав жалобы, врач осматривает больного. Значит, измеряет, в первую очередь, температуру. Потом проводит физикальное обследование. Рассматривает ЗЕВ. При осмотре ЗЕВ выявляется гиперемия, зернистоз ЗЕВ, насморк на совосходах. После этого доктор слушает больного, легочную систему, сердечную систему. Какие осложнения могут быть при ОРВИ, при гриппах? Сам по себе ОРВИ грипп не опасен, если лечить вовремя. Но опасны осложнения. Какие осложнения бывают? Это пневмония, бронхиты, атиты, гаймориты. Со стороны легочной системы пневмония бывает. Сердечная система – миокардиты. Нервная система – менингиты, энцефалиты. Какие методы лечения есть? Значит, в кабинете фильтра и во всех кабинетах приема у врачей находится аптечка по гриппу. Там находятся противовирусные препараты, именномодулирующие, жаропонижающие средства, витамины, минералы, капли в нос, местно раздражающие препараты. Какие манипуляции проводятся, если женщина в положении, заболевает ОРВИ или гриппом? Именно в сезон, когда идет подъем заболевания ОРВИ и острых респираторных вирусных инфекций, то большая работа идет в женской консультации в том направлении, что ежедневно участковой службой акушерской проводится патронаж беременных на дому, подворовые обходы, в ходе которых выявляются заболевшие беременные. Если женщина все-таки заболела и появляются признаки ОРВИ или же признаки гриппа, беременная немедленно госпитализируется. В сроке до 30 недель наши беременные госпитализируются в инфекционные стационары, а в сроках свыше 30 недель они госпитализируются в роддомы или перинатальные центры, там в зависимости от показаний. Какие последствия ждут беременную женщину, если она вовремя не обратилась к специалистам? Может произойти ухудшение состояния, потому что мы же как сказали, что грипп очень протекает очень тяжело, особенно у беременных на фоне ослабленного иммунитета. Поэтому в этом и заключается наша работа профилактическая, что мы не должны допустить. Мы проводим санпросвет работу при посещении беременной женской консультации, до того, пока она заболела, предупреждаем, даем информацию в виде бесед, в виде занятий, в виде буклетов, что нужно предпринимать. И в первую очередь, естественно, мы ставим их в известность, что они должны предупредить своего участкового врача, что все-таки появились признаки недомогания. И вся работа в этом и заключается, наше своевременное выявление и своевременная госпитализация. Они должны позвонить в регистратуру и вызвать участкового терапевта, врача общей практики, на дом. Если больные не звонят в поликлинику, не вызывают врача на дом, приходят в поликлинику, они заражают, они больны гриппом и острыми вирусами, инфекциями, они заражают очень много людей. Есть ослабленные к нам приходят пациенты, есть дети приходят у нас, у нас смешанный прием в поликлинике. Они заражают здоровое, не болеющее население. Какие профилактические мероприятия существуют и что надо делать, чтобы вирусы ОРВИ и гриппа миновали на стороной? Необходимо каждому жителю города Халматы, ну и другим жителям нашей страны, в период подъема острой спиртной вирусной инфекции, это сейчас идет подъем, нужно, если человек не заболел, нужно аксалиновую мазь смазывать слизистую носа перед выходом из дома и несколько раз в день смазывать слизистую носа аксалиновой мазью. Это с целью профилактики. Если человек непривитой, он, если смазывать слизистую носа аксалиновой мазью, он не заболеет. Профилактика гриппа ОРВИ заключается в том, что в период эпицезона больным объясняется, чтобы они меньше посещали общественные места. Когда много людей, то инфекция быстро распространяется. Это воздушно-капельная инфекция. В период гриппа ОРВИ больные должны питаться хорошо, сон нормальный был. Когда плохое питание или плохой сон, иммунитет организма падает, и организм воспринчивается к всяким инфекциям. Ветривание комнаты, часто влажная уборка. В период гриппа мы рекомендуем использовать аксалиновую мазь для профилактики витаминных комплексов для повышения иммунитета. Чем выше иммунитет, тем меньше восприимчивая инфекция. Назголь, я вам ставлю диагноз грипп и назначил лечение. Противовырусные препараты, обильное питье, витамины. Сегодняшний день я выписываю больничный лист. На работу нельзя ходить на дом. Через два дня надо вызвать врача на дом. Вчасткового терапевта своего. Я говорю, возьмите Хамилтон-карту и лечение. Спасибо, до свидания. Лечитесь. И в конце нашей программы, дорогие телезрители, хотелось бы констатировать слова врачей. ОРВИ и грипп по своей природе не опасны. Опасны их осложнения. Если у вас появились симптомы ОРВИ и гриппа, это слабость, повышенная температура, насморк. Вам необходима назальная мазь и респиратурная маска. Ну а с вами была программа «Семейный доктор». Берегите себя, своих близких и будьте здоровы. Семейный доктор.